Сегодняшний мой видеоролик является ответом всем тем псевдоисторикам, которые заявляют, что якобы государственности у казахов не было. В 603 году некогда самое могущественное государство древнего мира Тюркский Каганат распался на две части. Ответ на вопрос, почему распался Тюркский Каганат, вы можете узнать, посмотрев мое специальное видео по данному вопросу. Ссылка на это видео будет в описании. Итак, Тюркский Каганат распался на Восточный и Западный. И именно Западно-Тюркский Каганат можно вполне резонно и логично назвать первым объединением казахских племен и началом именно казахского государства. Основанием для такого смелого и справедливого утверждения я могу назвать следующие 10 обстоятельств. Во-первых, посмотрите на карту Западно-Тюркского Каганата и увидите, что 90% территории этого государства располагалось именно на землях современного Казахстана. Во-вторых, управителя Западно-Тюркского Каганата, как и положено правителю Качевого государства, было две столицы или ставки, как будет правильнее. И летняя ставка Кагана Монбулак находилась именно на территории современного Казахстана возле священного города Туркестан. В-третьих, основатель и первый правитель Западно-Тюркского Каганата Тардушхан был наместником именно современного ЖТСУ, географического региона, в котором протекают семь больших рек. И все эти семь рек Ильи, Чу, Аксу, Каратал, Лепсе, Тентек и Куксу в основном расположены и протекают только на территории современного Казахстана. В-четвертых, в архонских надписях племена Западно-Тюркского Каганата объединены под общим названием ОНОК, 10 племен, из которых 5 племен входили в союз Дулу и 5 племен входили в союз Нушеби. Дулу состоялось из племен Чуми, Чуе, Чумугун, Чубан, Чумак. В союз Нушеби вошли племена Канлы, Огузы, Карлуки, Чигили, Тюргеши, Асак и Куши. И все племена как Дулу, так и Нушеби вошли позднее в состав только казахского народа. И лишь последние два племени Асак и Куши находятся в составе Крыгызов. В-пятых, традиция провозглашения Кагана практически полностью соответствует традиции объявления казахских ханов. В китайской летописи Таншу дается следующее описание церемонии избрания Кагана. При возведении государя на престол ближайшие важные сановники сажают его на войлок и по солнцу кругом обносят девять раз. Каждый раз чиновники делают поклон в знак верности. В-шестых, законы западно-тюркского Каганата почти полностью позже встречаются в знаменитом сборнике казахского хана Тауке Жет и Жарла. В китайской летописи Таншу приведены следующие законы тюрков. За хищение наказывали штрафом в десять раз превышающим стоимость похищенного. Тяжкие преступления как бунт, убийство, прелюбодеяние с замужней женщиной, похищение спутанной лошади наказывались смертной казнью. В-седьмых, общеизвестно, что настоящим названием западно-тюркского Каганата было Онох-Будун, то есть страна десяти племен. В данном случае Ох или стрела подразумевала род или племя. В составе казахского народа несколько крупных племен имеют тамгу в виде стрелы – это адай, алтын, киреид, шаншклы. Такого больше нет ни у одного современного народа. В-восьмых, национальная валюта современного Казахстана называется тенге. И этот термин также берет свое начало в западно-тюркском Каганате, где отчеканенные монеты назывались господина Хакана Тенга. В-девятых, почти все названия чиновников западно-тюркского Каганата – это слова, которые сохранились в том же исконном виде только в казахском языке. Это тиген, жабагы, ель-тивер, бю-рук, ель-швек, бек. И последнее. Религиозный пантеон западных тюрков состоит из трех божеств, которые впоследствии сохранились именно у казахского народа. Это коктангер, умайана, жерсу. Таким образом, все вышеуказанные 10 аргументов доказывают, что западно-тюркский Каганат является первым государством, в рамках которого впервые объединились племена в будущем ставшие основой казахского народа и казахского ханства. Именно благодаря объединению в составе западно-тюркского Каганата будущие казахские племена стали осознавать себя близкими и кровными родственниками. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которой мы с вами должны гордиться.